Повышенная тяга к спиртному, неспособность регулировать количество выпитого, похмелье, запои, психическая деградация и токсическое поражение внутренних органов. Все это признаки алкоголизма. Эта болезнь развивается постепенно и зависит от множества факторов. Окружение, национальных, семейных традиций, генетической предрасположенности. У недуга нет статуса, возраста или пола. Перед алкоголизмом нельзя устоять ни в каком возрасте. Он не имеет статуса, потому что может и большой начальник быть алкоголиком, и совершенно простой рабочий подросток. Это хроническое, неизлечимое заболевание, но его можно лечить на любой стадии. Для людей, попавших в зависимость от зеленого змея, спиртное эликсир для избавления от проблем и чуть ли не лекарства от всех болезней. Своего рода простой, доступный и быстродействующий антидепрессант. Вот только начинается все с эпизодического употребления, скажем, по праздникам. Потом доза увеличивается, перерастает в зависимость и образ жизни. Зеленый змей незаметно проник и в жизнь Максима. Имя вымышленное, его лица мы не покажем. Сегодня мужчина анонимный алкоголик, завязки больше двух лет. Вспоминает запойное время и как страдала его семья. На самом деле проблемы от употребления алкоголя я употреблял, а проблемы были у них. Созависимость? Да, они решали за меня все мои вопросы. Если я куда-то попадал, они платили за меня все мои штрафы. У меня было в принципе, а что мне бросать пить? Зачем? Употребление горячительных напитков в нашей стране проблема, которая становится актуальней с каждым годом. Сегодня возраст алкоголизма уменьшается и все больше прогрессирует среди женщины. К слову, у представительниц прекрасного пола болезнь развивается в течение двух лет. У мужчин от пяти до семи. Алкоголизм грозит потерей авторитета семьи и здоровья. Есть три главные мишени, которые чаще всего страдают. Это, конечно, головной мозг, нервная система, это сердечно-сосудистая система и пищеварительная, в частности, печень. Как бы там ни было, избавиться от недуга можно в лечении. Все средства хороши. Самое главное – признать собственную зависимость и сломать алкогольную схему. Ведь в Беларуси каждый день около 50 человек умирает от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. В год таких случаев около 20 тысяч. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.